Привет всем, меня зовут Кидия. Сегодняшний видеоролик посвящен моей родословной. Ну, опять же, с подачи моей дочери Даши. Она уже снимала, так сказать, об этом свой видеоролик, так сказать, о своем ближайшем предке, отце Анатолию Челопатину. Последовательно, мой муж. И, в общем-то, рассказал о том, родился, крестился, увлекался, свое отношение к нему, как он повлиял на нее и так далее и тому подобное. Ну, а потом она меня просто заставила, мама, вот сними вот такой вот видеоролик о том, как у вас это все начиналось и так далее. Каков он был с твоей точки зрения и так далее. Ну, что? Наверное, стоит вообще-то это сделать, потому что не корысти ради, а только пользы для полезных вспомнить. И самой, конечно, это никогда и не забудется. Но, тем не менее, это, кстати, вытащить из глубины памяти. Все, что ты знаешь об этом, человек, если это возможно, конечно, познать полностью человека, с которым прожил рядом 16 лет. И вот уже 20-й год, как он умер. И, наверное, настало все-таки время рассказать действительно о том, как это все начиналось у нас и как мы жили. Ну, тут, наверное, не откроешь никакой Америки, потому что, как у Толстого, так вспомните, у Ани Каренины, что все счастливые семьи, это, кстати, счастливые одинаковые, только вот несчастливые по-своему. Поэтому ничего особенного, конечно, на первый взгляд, да и на второй тоже, такого и не было. Я уже работала по распределению в далеком сибирском поселке в районном центре помощника прокурора, когда Антон Ильич был, кстати, направлен в этот поселок, в командировку вначале. Ну, какие-то были неурядицы со следствием в милиции, то ли кто-то куда-то ушел, то ли кого-то переместили, а дела-то не могут ждать ни в коем случае, никого не волнует, есть там следователи, нет, они должны расследоваться в срок, два месяца, будьте любезны, а то и в более сжатые сроки. Поэтому из сибирского же городка небольшого Ужура он был направлен на шеллинг в командировку. Ну, прокуратура, так сказать, и милиция, они, безусловно, честно связаны, поэтому приходилось встречаться ежедневно, потому что следователи, как никто другой, он ежедневно там бывает, это не один раз, то аресты, то задержания, то дела с обвинительным заключением, то назад прокурор возвращает. Ну, и мне, я-то, как бы, принято была помощником прокурора, поэтому мне приходилось заниматься и проверкой отказных материалов, дел прекращенных, приостановленных и так далее и тому подобное, да и исполнять обязанность прокурора. Я потом, как проклятие какое-то, триедина была, так сказать, помощник следователя прокурора. Вот, и что ж, через какое-то время, видимо, предложение поступило Анатолию Ильичу переехать и вовсе в этот самый поселок наш, на постоянно работать, вот он согласился, он был женат, у него двое детей, старший сын от первого брака жены был еще, он был младше своей жены на несколько лет, вот. Вот, как бы так, переехали, поселение, кстати, в том двухэтажном финском коттедже, в котором я вначале проживала, где натерпелось, так сказать, по концовке, мне предоставили однокомнатную квартирку такую, хотя бы, что вода там была, и не надо печь-то пить и так далее, потому что недосуг совершенно. Работала я, уходила с работы не ранее, 12 часов ночи. Потому что целый день, безусловно, это в суде, то поддержание обвинения, то исключение по гражданским делам, то проверки дел и судейских с приговорами, и милицейских различного рода, и прием граждан, и проверки прокурорские и так далее. То есть, вот после, уже тогда учреждение заканчивает свою работу, и только после 6 часов, так сказать, время для отписания, как мы говорили, да, составить справки, постановления, проверять все, что ты, какие документы взял для проверки и так далее, и тому подобное. Вот, ну и переехал, переехал, это был год, наверное, конец 77-го, мне так помнится. Он, работая, как он попал в милицию, я хочу сказать, значит, вот такой целесмотренный человек был, что он хорошо учился в школе, увлекался, когда что же рассказывали, там разрядник был и по лыжам, и по шахтам, и так далее. Вот, и вот откуда-то я вот сейчас даже не вспомню, почему он решил стать юристом, у них в продаве-то как бы ничего подобного не наблюдало, рабочая крестьянская такая семья, и ну вот, как бы так. Ну и поступил, в общем-то, после школы старейший Сибирский университет, Томский, на юридический факультет, что нелегко было при тогдашнем положении вещей при конкурсах. Ну, а тогда никаких отсрочек не наблюдалось, поэтому после первого курса его призвали в армию. Служил в ракетных войсках на Урале. Вот, и после службы, после непомбилизации, вернулся домой в Ужур, нужно было восстанавливаться, как-то вот такая ситуация сложилась не с руки и перевелась на заочное, работать куда-то как бы в специальности, особо-то не разгуляешься в маленьком городке, поэтому остается один путь у него в милицию. Вот так он поступил в милицию, в начале еще младшие курсы где-то работал в службе ППС, но потом, после уже окончания третьего курса, тогда это было разрешено, был переведен следователем уже стал работать, и вот потом оказался в нашем поселке. Какое впечатление, прежде всего, в начале? Очень скромный, ответственный, образованный. А почему образованный? Я пришла к такому мнению, впечатлению. Вообще, вот, вопреки, может быть, распространенному мнению, что в милиции работают одни, так сказать, наглые хамы, тупые, отнюдь, и даже наоборот. Вот он был совершенно из другой плеяды, очень высокообразованный, увлекающийся. И приходилось уже общаться не чисто по делам, а вот какая-то возникла такая вот обоюдная чисто человеческая симпатия. То есть у меня кабинет, сразу как заходишь, благо вот прокуратура и милиция рядом. Мы как-то даже показывали, мы выезжали с ней вот туда, в этот поселок, съемка, то есть двухэтажное деревянное здание милиции, и через заборчик рядышком такой типа барачного типа деревянный сарайчик, это прокуратура. Прокуратура всего лишь три человека, прокурор-помощник и следователь, а там штат тогда тоже был небольшой, где-то 50 человек, ну и три следователя всего лишь. И вот выходит от прокурора, положим, сделаем, непременно заходит ко мне, что у меня кабинет прямо вот, как входишь сразу, прямо можно утыкаться, прокурор должен повернуть налево, дальше. И вот как-то так вот было заведено, что он непременно заходил, если у меня не было людей на приеме, либо там еще на допросах, непременно заходил, я отвлекалась от своих бумаг и начал о чем-то говорить. Не о делах, отнюдь и даже наоборот. Почему-то вот начинал рассказывать о том, что прочитал, о своих мнениях о прочитанном, об истории, о каких-то этапах, причем расхаживал по кабинету, непременно, так сказать, и вот вещал. Я же это внимательно, значит, выслушивала, что это что-нибудь там пякало, если была в теме, вякну, да и все. Вот так вот, почти ежедневные вот такие встречи и только. Ну а потом, в 1978 году он заканчивал уже обучение в университете и уехал в Томск на защиту диплома и задачу к экзаменам. Отсутствовал он где-то месяца два, наверное. Ну и потом стали доходить слухи, благо поселок небольшой, что жената его Светлана, так сказать, пошла в разнос, как говорится, вот эти коттеджи, там несколько финских, они на окраине поселка, далека достаточно, а рядышком было, так сказать, Сен-Хэ, как мы говорили, стройки народного хозяйства, химики, их называли освобожденным условно, с отбыванием на стройках народного хозяйства. Вот там вот это вот, так сказать, когор-то, вот эти химиков-то проживало, ну они, так сказать, свободное передвижение и так далее, вот с этими химиками, как рассказывали, жена-то склеснулась, и там нескончаемый поток, как бы доступ был открыт к телу. Ну и когда Анатольевич вернулся после завершения защиты диплома и задачи госэкзаменов в поселок, ну и без доброходов ему, естественно, стали рассказывать, что вот, вот, вот ведь что-то творилось-то, двое детей, значит, малолетних, а она-то тут вообще кошмарики. Он не верил вообще ничему, отмахивался, не может быть, да, отстаньте, да вздор все это, чепуха и ерунда, ну дальше больше, в общем-то, капля, видимо, камень точит, поэтому, так сказать, и свидетели нашлись там, и все на шоптывали, и все на это. Ну и в оконцовке, видимо, переполнилась вот этого чаша, поверил, и речь зашла о разводе. Поэтому я никоим образом не была причастна, так сказать, к распаду его семьи первой. У нас были чисто вот такие дружеские отношения, друг друг симпатизировали только из всего. И он подал заявление о разводе в суд, и ушел, ушел жить. Следователь работал в милиции тоже, помнится, проживал в квартире один, он без семьи был, по-моему, он тоже разведенный, вот, стал проживать у него. И вот так вот тянулось некоторые, потому что, сами знаете, что вдруг-то развод не получишь, суд непременно дает срок для примирения, там, два месяца, три, полгода и так далее, и тому подобное. Вот таким образом, значит, это вот тянулось, срок для примирения один, потом все-таки положено и второй срок дать, а вдруг примиряться. И отношения, как бы, вот никакой там страсти какой-то дикой, необузданной или еще чего-то между нами вовсе даже и не было. Спустя где-то месяца два, наверное, как он поселился на квартире того следователя своего коллеги, стал провожать уже домой вечером, кстати, я жила далековато, тоже на окраине, проводил, с другой стороны совершенно. А потом, и мы разговаривали, мы разговаривали о чем? Боже мой, вот вы знаете, вот до тех пор, пока он не умер, мы постоянно разговаривали, сейчас вот даже не припомню я о чем, и обо всем на свете, и ля-ля-ля, и ля-ля-ля, и по много часов, уже помнится наша дочь Даша, и то уже и большенькая была, и вот только он приходит с работы положим, и я заявляюсь, и тут же начинается, говорили о нем, вот эта, говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, та-та-та-та, та уже кричит, эй-ей-ей-ей, а я-та, а я-та, уже я-та, меня-то послушайте, я расскажу, я расскажу, ну, давай, ладно, вот так вот. И потом через ночью уже, значит, часов 11, 12, он через весь поселок, а зима была, сибирская такая, это все-таки Север, Сибирь, да еще Север, Сибирь, да, градусов 40, и он бежит потом вот туда, на Квастиру, где он проживал. А спустя какое-то время уже как-то так вот получилось, уже узы наши как-то мы крепли, прониклись в доверие, симпатии и так далее. Ну, тогда уже переходи, наверное, ко мне там, и дождемся мы решения суда, а потом уже брак-то и зарегистируем. Ну, вот, будем так говорить, фактически, такие брачные отношения. Переехал он ко мне в квартирку, стали мы жить, пожелать, добра, надо наживать. Надо сказать, что он тогда был вот худющий, вот такой вот, прям совсем худющий, одни глазища, так сказать, на лице, огромные такие, красивейшие. И всегда в форме милицейской, по той простой причине, что разобрала маленькая, и потому всегда в милицейской форме гражданского костюма не было, вот, и вот как-то не совсем ухожен был всегда, можно сказать, вообще не ухожен за собой. Некому было следить, недосуг, как-то он внешний вид свой не обращал внимания совершенно. Да и, в общем-то, работа, 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 потому что дело тьма, всегда в милиции вал идет, и куда ты от этого не денешься. Я, так сказать, взяла тут уже, почему-то я считала обязанной его всяко обихаживать. Мы прикупили ему костюмчик, и я чуть ли не ежедневно его наглаживала. Ночью, до бонус всегда выглядел пристойно, весь отглаженный, чистенький. И вот с этого времени он форму не надевал на работу никогда, вот никогда терпеть ее не мог, ну, только если там смотр какой-то, либо оцепление, когда там демонстрация, либо там еще что-то, вот и все. Всегда только гражданский ходил в костюме. И даже стал полнее, так сказать, у него и волосы даже изменились, мы потом поехали к родителям знакомиться, у Жора и мать с отцом, он говорит, вот, гляди-ка, у него и чуб даже такой, типа казацкого, волосы такие волнистые, густые, так сказать, отросшие длинноватые, так сказать, округлился весь из себя, располнил немножко, вот в теле такой стал. Ну, в общем-то, характеры у нас, в принципе, у обоих были, что я, что он неконфликтный, во мне стирозности никакой, да и в нем он такой весь из себя, ласковый такой, нежный, ну, вот, как бы вот такой. Поэтому отношения у нас всегда были очень ровные, без всяких скандалов, там, каких-то ссор, по каким-то мотивам мы все делали вместе. Да, в принципе, это и не досуг, что я занята, что он, то дежурство постоянно, дело такое. Поэтому, даже когда он уволился уже из милиции через 20 лет, по ночам, если слышал звук подъезжающей машины, он вздрагивал и просыпался за мной, приехали ехать на место происшествия и так далее и так подобное. То есть, это остается все-таки до конца жизни, вот этот рефлекс. Ну, что, он продолжал увлекаться, так сказать, и лыжами зимой непременно. Мы уже на окраине, так жили, там такой пологий холм и прожатый раз, ведь там далеко был какой-то лесопильный цех, что ли. И вечером, часов в девять, значит, на лыжи и пошел нарезать круги. Это одно, второе, шахматы, естественно. Ну, Даша об этом говорила, у него была великолепная библиотека книг о шахматах. Естественно, его кумир был Алёхин, так сказать, непобедимый, непобежденный, будем так говорить, король шахматный. Вот, огромная библиотека, а в те времена я уже рассказывала, как-то достать, вот именно достать книг было невозможно, и просто не было. Но никаким образом добыть их нет. Поэтому у меня у самой книг не было, можно сказать, с измирности. Если я была не такова, то я в библиотеки всегда ходила, где бы я ни жила, я постоянно был читателем библиотеки. А у него, как ни странно, он сумел. Ну, в общем-то, в семье и отец играл в шахматы, и брат его младший, Сергей. Поэтому большая библиотека, и помнится даже другой исследователь, он тоже увлекался шахматами, он предлагал очень большие деньги по тем временам за эту библиотечку шахматную. Но, естественно, Анатолий Анатольевич никак не согласился, так она осталась у нас в семье. Редкие книги, вот, и партии, сборники, ну и так далее. Ну, вот, книги, естественно, большая библиотека была у него, он привез ее из дома, относительно большая. И поэтому, вот, что нас объединяло, это, конечно, это книги. Добывали где только могли, так сказать, благо потом у прокурора, назначенного поздняка, жена стала работать в своей спечати, вот тогда через свою спечать все-таки не продавали. Вы знаете, даже коляски детские в свое время мы купили для своей дочки. Именно там, вот туда, как бы подписки такие осуществлялись, на сборники сочинений. Мы в те времена вот сумели по блату добыть массу вот подобного рода сочинений. Вот это нас объединяло, естественно, и вот когда вот мы эти книги получали, вот счастье-то где, большего счастья в жизни надо. Это, так сказать, было в состоянии эйфории в связи с этим, когда получаешь новую книгу, добываешь ее, действительно, непередаваемое впечатление. А в остальном, я шахматы, я даже пыталась как-то, ну, как бы подстраиваясь, может, мне как бы начать обучение не дано, извините, никакого аналитического ума у меня, как ни странно, я не сумела, я ничего не понимаю вон их, ну, так, что-то где-то, я выслушан, когда он рассказывал, о партиях, о таких-сяких, да-да-да-да, это интересно, только и всего. Он тяготел как-то больше к истории, я, нет, я уже говорила, как-то я вот, чисто инстинктивно, опасалась, ваньяр, вот это, что это неправда, что все это, цензура пропущена, то есть написано так, как надо, да, а не так, как было на самом деле. Он уже собирал мемуары, особенно тяготел к мемуарам, особенно к военачальникам, естественно, и любимейший, конечно, Жуков был, и когда он добыл воспоминание Жукова Георгия Константиновича, просто, к счастью, не было предела, хотя, конечно, все это было третушировано, третинзировано, и написано Жуковым совсем не так, как было на самом деле. Мемаров этих скопилось, очень много в нашей библиотеке, помнится. Вот, лесовик, он был красный грибник, он просто вот, как только в осени, он очень любил собирать грибы, а вот есть их, он совершенно равнодушный был, приготовишь, он как-то нет, а вот собирать, да, а я нет, я ничего, он как-то раз меня взял с собой, он палкой мне просто тыкал, мы идем, вот, 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 я ничего не вижу, я просто их не очищаю, я их не вижу, и, соответственно, тяги к этому не ощущала. Основные, так сказать, вот такие вот увлечения, будем так говорить, когда в свободном времени с нашей работы невольно-то много. Вот, и вот, свершилось чудо в марте месяце, наконец-то, значит, в начале марта состоялось решение суда расположения брака, Анатолия Ильича, с его первой женой. Я договорилась в ЗАГСе с полукоми, что только через 10 дней решение вступит в законную силу, нас без всяких сроков, наш брак зарегистрировали. И вот, значит, 16 марта, как помню, уходил этот, 79-го года, утром, 10-дневный срок истек, решение вступило в законную силу, я взяла копию решения, тут уже, значит, поскакали в ЗАГС, и в этот же день наш брак был зарегистрирован. Никакой, конечно, помп, какая там свадьба, какие там, да я и не мечтал об этом, да и не нужно было, как-то это всё воспринималось, ни к чему нам это дело. Вот, и на следующий день, значит, устроили вечеринку, с вами будем говорить, никаких там этих платьев, либо там ещё чего-то, родители не стоят с другой стороны, просто вот чисто вот такая вот вечеринка, вот и всё. То есть ближайшие друзья, это судья с женой, значит, инспектора главного розыска, ближайшего, Лёша Молчанова с женой, ну и мы, в общем-то, и всё, других-то как бы и не было. Собрали стол, вот, а жена судьи Владимирова нашего, такая же будная бабинка была, как это ты, так сказать, надо изобразить, хотя бы видимость какую-то невесту-то, сорвала, значит, с окна тюль, тюльевую штору, изобразила мне типа это, фаты на голове, вот. И я, наверное, на такой светленьком костюмчике льняном. Потом ей чего-то обмыть, что ли, наш брак взбрындило, и она просто-напросто взяла бутылку водки, открыла и начала, значит, не просто сбрызгивать, да спрыскивать, а просто лить мне на голову. Я, вот, есть снимок, когда я, у меня попала эта утка в глаза, и я перед зеркалом протираю, это всё такое, кадр достаточно забавный. Ну, вот и всё, в принципе. Вот так вот состоялся наш брак. Мы поехали в Минусинск, знакомиться с моими родителями. Вот. Кстати, мама, ну, родители наши были извещены. Это, кстати, я предполагаемое принятие решения судом о разводе знала. И когда состоится, так сказать, наше бракосочетание. Поэтому, значит, когда только мы зарегистрировались, получаем телеграмму от мамы, от моих родителей. Поздравляем бракосочетание, деньги выслали. Так это вот. Ну, в заведение, будем так говорить, свадебный подарок, дабы мы себе приобрели что-то где-то как-то. Ну, вот мы и поехали к моим родителям. Конечно, он был такой обаятельный, умница, Анатолий Леонидович, поэтому он моим родителям, безусловно, понравился. И я бы не сказала, что вот какие-то мормоны мои родители были, или я там воспитана была в каких-то там традициях. Ну, тогда, конечно, нравы были не столь распущены, как сейчас. Всё это легко и просто. Сошлись, разошлись. Сексы там и прочие дела. Я взяла и, так сказать, имела неосторожность маме брякнуть. Мама, ты знаешь, а мы с Толиком живете, так сказать, до бракосочетания мы где-то месяца два жили, фактически проживали. Маму это просто убило. Я сама не слышала, но мне сестра потом младшая рассказывала, что мама полезла в подполье там, то ли за картофельом, то ли ещё за чем-то, и она слышала, когда она там рыдала. Вот несчастье такое, дочь согрешила-то вот ещё до брака. Просто вот рыдала. Ну, всё это потом утряслось, как бы всё это воспринималось как надо. Поженились, поженились, в общем-то. Я-то уже как бы не юная девочка, мне уже 27 было. Вот. Поэтому особым я вниманием мужского пола была не осчастливлена. Никто ко мне до этого времени с предложениями руки и сердца не обращался. Вот. Поэтому вот как бы вот так. Поехали мы в том... К нему на родину уже знакомиться с родителями, с его братьями, сёстрами, с его, значит, семьями. Ой, страшно-то как было, боже мой. Мы приехали, поезд приходит уже ночью, где-то часов в 11-12, пока мы дошли от вокзала дорожного. Стали перед воротами, страшно заходить. Ну, давай я. Ой, страшно-то как, господи. Ой, как примут-то. Ой, как я, наверное, не понравлюсь. Я, наверное, не... Да ты... Ну, кое-как... Он меня просто силком туда втащил. Чуть полуживую, можно сказать, от страха. Ну, в общем-то, всё образовалось. Я как бы тоже пришлась ко двору. Родители его были весьма довольны, что он растор брак. Они не хотели вот с той его первой женой, мы, говорят, сами не понимали, что с ним случилось. Просто так вот получилось, что мальчишка был ещё совсем юный, лет 20, и, так сказать, где-то как-то вот она его завлекла, так сказать, может, затащила в постель, а первый вот такой вот сексуальный опыт, он как бы решающий. И мать у неё была такая, бой-баба, переспал, женись, и всё тут. Ну, вот таким вот, как бы, макаром. Поэтому мы тоже, как бы, я пришлась ко двору, как я уже сказала, и, в общем-то, отношение родителей, да и всех родственников было ко мне и вот к нашей семье просто замечательное. Не могу вот не сказать об отношении Анатольевича к своей семье, вот особенно к отцу. Потому что для меня лично это было удивительно. У меня лично не было вот такого преклонения, вот такой вот связи, чисто духовно какой-то и прочее вот со своим отцом. Не могу похвастать я этим. А вот у него она вот была. Вот такая была, что он почитал своим долгом, обязанностями, велением души просто-напросто, 12 декабря, вернее, у отца был день рождения. И поэтому непременно в этот день, на день рождения, Анатольевич выезжал, так сказать, на родину, отсюда бы поздравить его с днём рождения. И я положу, не всегда была, так сказать, в состоянии работы там и прочее дело, а он всегда. Вот ежегодно, всегда. Очень любил покос. Тогда родители ещё были, ну, как бы, не очень старые, и поэтому и держали хозяйство. Коровы, тёлки, там свиньи, поросята, всякие куры, утки. Вот, и поэтому любил это дело, он соизмойтство, так сказать, косил сено для коровы. И в последующем, даже когда уехал, мы с ним стали жить, он летом всегда брал, вот, сколько-то дней, 2-3 дня хотя бы, какого-то отбыл отпуска. Он всегда выбирался, всегда косил сено, помогал отцу вот в этом непременно. Вот эти вот увлечения у него были. Потом, что потом? Мы через года 2, вернее, даже 3, будем так говорить, не получалось у меня забеременеть, там, какие-то проблемы по женской части, лечились, мы там обследовались и так далее, поехали в Учум. Это наш сибирский курорт, недалеко от Шира. Поехал со мной. И не потому, что там боялся, что я там чего-то куда-то там, как курортные дела все эти дела, ну что. А вот просто вот считал, что должен быть рядом и в это время. Причем, что самое интересное, значит, дабы не быть каким-то этим, там нет гостиницы или еще там чего-то, вот просто вот такое вот безлюдное место, там только курортный корпус и больше ничего. Больше ничего, и магазинчик. Вот, ехать-то надо в другие эти поселки, где лежащие, далековато. Он, у него, будем так говорить, не смертельное совершенно заболевание был, неврит локтевого сустава. Он до этого где-то за год, наверное, выходил из машины зимой, подскользнулся, упал, вот на локоть именно повредил там, ну, образовался вот этот самый неврит. Вот с этим невритом-то, он вместе со мной-то и выехал на этот самый курорт. Причем меня что-то возмущало, я говорю, эй, мы приехали, значит, сюда, по сути дела из-за меня, а тебе назначили процедуру гораздо больше, чем мне, там, всяких физио, всяких массажей, всяких грязей, воды и прочих дел. Потом, по этому же поводу, по моему имеется в виду, через некоторое время мы поехали в Крыл, в Саки. Я курсовку там мне купили, вот, мы там тоже проживали вместе, снимали квартиру, купаться мне было нельзя, но, тем не менее, вот он всегда был со мной рядом, и мы, в общем-то, неплохо проводили время. Помните, я об этом рассказывали, идем домой, он такой миорист был, у него очень тонкий был, тонкое такое чувство юмора, когда мы идем, то есть, в Саки по улице, где-то слышится шахлядская речь, и он вот так, так это важно. Тогда он уже такой, располнил несколько, такой вальяжный, идет в хорошее, говорит, что это такое, а я, а я же, вот, и поговорили, так сказать, по тамошнему, по Бариенному. Ну, и вот, как раз, когда мы вернулись с курорта, это был уже год 1982, видимо, родители сообщили ему, что с его сыном Андреем не все в порядке, или нет, будем так говорить, жена его первая запилась в конец, мать ее, с ней никак не может управиться, она пьет, дети неухоженные, Андрей ходит, ему было 6-7 лет уже, да, дети, так сказать, Андрей хоть бутылки собирает по городку, поэтому сдает, голодные и так далее, она его пьет. Короче, нужно забирать. В общем-то, ну, нужно так нужно, хотя мне было сильно страшно, ну, как меня воспримет, как бы мачеха, да, приживой ты матери, как меня воспримет, потом, все-таки, они уже развелись уже года как три, то есть, он его практически не видел в это время. Ой, страшно было тоже, а жучий, да дрожит. Ну, надо ведь, не должен же ребенок погибнуть, вот такой вот он был ответственный отец весьма. Надо, значит, надо. И, в общем-то, без проблем, видимо, мать его отдала, забрал его Андрея, привозит, я их жду, прям уже мне колотит всю. Ну, в общем-то, встреча-то прошла так, это нормально, восхитило то, что он такой маленький мужичок, заходит на кухню, садится, а у нас пластиковый стол, и нижний вот картон, как бы, немного отошла. Он так посмотрел, так, непорядок, где молоток, надо подремонтировать, подбить, подклеить. Я, мол, да гляди-ка ты какой. Вот, как говорится, если нет детей, то усынови какого-то сироту, и свои дети появятся. Вот, в нашем случае получилось с точностью вот так, потому что мы в конце лета, может, Андрею надо было в школу уже, в конце лета мы его забрали, вот, а в сентябре я забеременела Даша. Вот, как бы, вот так. И так вот мы стали жить, воспитывать, значит, Андрея, вот, ну, и Дарья потом родилась у нас в 83-м году, так вот мы семейством стали и жить. Ну, вот, я бы вот что сказала. Отношения, так сказать, вот таковы были у нас, что, не то, что он меня боготворил, что ли, или как-то, вот такие вот ровные у нас были взаимоуважительные такие вот отношения всегда, что в оконцовке, простите меня за богохульство, он стал постоянно меня называть Матерь Божья. Где наша Матерь Божья, что Матерь Божья, и так далее. Вот, да, это, ну, и не иначе, как Лидушка, естественно. С его подачей меня и родственники всей Лидушкой стали называть, и даже на работе, ну, наиболее близкие, такие друзья, для них я тоже Лидушкой осталась. Вот так вот мы прожили с ним 16 лет. Ну, а в 95-м году, и, кстати, вот, несчастье-то какое, в пятницу 13-го, когда я еще не увлекалась эзотерикой, для меня это как бы ничего не значило, но тем не менее, вот, как бы так. И похоронили мы его в понедельник, хотя говорят, что в понедельник не хоронят на кладбище там какие-то темные силы, черти, что ли, или там еще чего-то, я уж не знаю. Вот, горе, конечно, ужасное, невосполнимое. Ну, вот так вот уже, как бы, в 20-й год мы с Дашей и проживаем без него. Ну, и без кого бы то ни было, естественно, что заместить его невозможно, да. Да и не искала таких возможностей, да и не подворачивалась, да и ни к чему. Ну, в общем-то, вот памяти Анатолия Челпатина, вот этот видеоролик. Вечная память земного. До свидания, всего доброго.